Как долго вы на улице, Денис Николаевич? Девять. Девять что? Девять лет. Минуты назад этот мужчина заседал на теплотрассе в обществе своих товарищей. Но завидев социальный патруль все разбежались. Ушел бы и Денис Николаевич, только вот ноги сильно болят. Зато оренбургского бродягу специалисты окружили заботой. Потеплее одели, кормили буквально из ложечки. Вы вообще хотите вернуться в нормальный образ жизни? Да. Да? Сейчас, если мы вам предложим поехать на обработку, на санитарную обработку и в пункт обогрева, вы согласны будете? Сейчас, сейчас. С наступлением морозов социальные службы объявили тотальную мобилизацию. Мобильные патрули ежедневно прочесывают улицу за улицей. Только в Южном округе Оренбурга насчитали более сотни лиц без определенного места жительства. Бродягам, говорят соцработники, хоть и стараются помочь, только чаще безрезультатно. Мы восстанавливаем документы по два, по три раза. То есть они их теряют периодически, мы их опять восстанавливаем, опять этого человека оформляем куда-то даже в дома-интернаты, может быть, если это инвалид. И есть показания. Но, к сожалению, возвращаются опять на улицу. Знающие люди говорят, что бездомных в эти дни нужно искать в медицинских учреждениях. К врачам они поступают, как правило, с серьезными обморожениями. Тех, кто потерял конечности в алкогольном забытии, часто привозят в 4-ю городскую больницу. Думал, отойдет, не отошел. Сегодня в отделении находится 21 человек. Палаты переполнены. Врачи говорят, тех, кто уже в медицинской помощи не нуждаются, они не могут выписать. Потому как с отправкой в социальный центр адаптации имеются сложности. Механин существует, но он до конца не отлажен, потому что, чтобы пациента отправить в центр социальной адаптации, во-первых, им должен иметь весь необходимый пакет документов. Он должен быть здоров практически как космонавт. Но данная проблема, как стало известно, уже решается. Специалисты заверили, в ближайшее время будет определен порядок взаимодействия учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения. Если у человека нет противопоказаний к принятию в наше учреждение, значит, этого человека отводят в стационарное учреждение. А если есть противопоказания, то, к сожалению, в стационарное учреждение мы принять их не можем. И людям будет оказана помощь разовая, ну и в том числе направлено в палаточный лагерь форпоста. А еще в министерстве отметили, что с начала января услугами пункта обогрева использовались почти 200 человек. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время.